Доброе утро! Сегодня у нас 1 октября. Надо же, уже целый месяц осени пролетел. Пролетел незаметно, быстротично. Я сейчас нахожусь где? В районе текстильщиков. Вышла в парковую зону к пруду, показать какой здесь рядом пруд. Вот осень золотая, листьев очень много набросал ветер, набросал, накидал целый вон ковер листочков. Ну вот, это липа, да? Липа чуть-чуть начинает тоже желтеть. Конечно, первый сбрасывает кто? Тополь и клён. Ну ладно, идём к пруду. Очень много здесь сегодня спортсменов. Бегают, гуляют. Рядом с домом находится зона отдыха. Люблинские пруды, верхние и нижние. Прекрасное место. Пруды... Ой, как солнце осветило. Пруды очень большие. Глубоководные, широководные. Вот сейчас я вдоль прудов и прогуляюсь. Листья падают. Вон тополь-то уже и голый. На горе клёны пожелтели, покраснели. Птиц много. Вот такой замечательный здесь парк. Вот здесь детская и спортивная площадка. Но они уже не такие современные, как сейчас уже строят совершенно новые. Правильно, построено-то было давно. Надо обновлять. А там зачем? Кто сидит под этим шатром? Кто сидит? Вот сейчас я вокруг пруда обойду. У меня будет замечательная прогулка. Мало ещё народу, потому что рано. Никого сейчас нет. Вот как выглядят пруды. Мы оттуда и пришли. Вон от тех домов. Сейчас на ту сторону пойдём. Вот сюда. Садь полюблено. Вот. Памятник культуры 19-го столетия. Имени приобрёл кто? Дурасов богатый помещик, армейский бригадир, действительный статский советник. Тут вот есть вся информация. Пойдём к усадьбе подойдём. Прогуляемся. Птиц кормят. Ворон. Ой, да, ворон причём. Вон они обнаглели вороны. Чуть ли не из рук не едят сосиски. 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 Ой, ругаются. Ругаются. Вороны очень умные птицы. Интеллект на уровне собаки. Здесь тоже площадка. Видите? Так, а мы идём вот по этой аллейке. Так, неплохое место здесь для прогулок. Только шумно, да? Всё равно слышно машины. Хорошо они сделали. И куда на усадьбу идти? Туалет. Дворец Дурова. Вот прямо пошли. Лодочная станция. Вот сюда нам надо. Ой, раньше здесь я гуляла. Здесь раньше площадка была для дискотеки. Открытая. Много народу собиралось. Не помню. Я последний раз здесь гулял 30 лет назад. 30 лет назад. Как всё изменилось. Я не узнаю места. Было это здание или нет. Вот. Ансамбль «Усадьба Люблино». Оранжерея. Памятник архитектуры. И что, посмотрим. пройдёмся. А, вот это что? Ансамбль подмосковной усадьбы. Флигель театральной школы. Ой, блин, чуть не упал. И что? И что? Непонятно. А здесь что? Крылатые качели летят, летят, летят. И где эта усадьба? Не помню раньше этого. Не помню. Ну, пошлите на площадку сходим. Потом разберусь. Крылатые качели. Да сколько много. Видать, они очень шибко катаются. Кто-то тут докатался. Куда мне сесть, прокатиться? Вот сюда сяду. Тихо, пешо, накачались. Крылатые качели. Это видео. Видео. Сколько тут качелей-то? Шесть. Тут можно очень сильно раскачаться. для взрослых. Ну, и дети катаются. Сегодня день-то какой замечательный, солнечный. Небо чистейшее. Вот еще какой-то дом старый. Типа отреставрированный флигель. Сейчас посмотрим. Табличка есть. Раз есть табличка, значит, можно прочитать. Ансамбль подмосковной усадьбы. Конный двор. Вот так. Так, идем дальше. Что тут написано? Ансамбль. Ансамбль, усадьба Люблино. Тут есть хоть музей-то? А, вот. Центр творчества и спорта. Музей, что, нету? Вон, видите. Красиво. Для прогулки приятно погулять. Это жилой дом актеров. Вот это, да? Вот. Видите? И там. Почитать можно, что тут. Что тут. Ансамбль, усадьба Люблино. Театральная школа. Вот так. Бегони растут. Красиво, да? Переход. Ага. Там не знаю, что. Музей, может быть, вот это есть. Ремонт тоже, братцы-кролики. Я даже не знала, что сегодня буду гулять здесь. А тут что написано? Усадьба, дворец. Красиво было. Да? Красиво, красиво. А там, видите, пруды. Мост к воде. Белка, смотри, по дереву ползет. Спускается. Вон. И Белкин домик. Белок сколько в Москве? Вот она. Что, Белки сейчас линяют? Все пришивые. Трусливая Белочка. Куда-то на дерево забралась. А деревья толстые. О, какая крикуха. Вон она спустилась и побежала туда. К другому дереву. Пруд почти обошли. Солнце играет сквозь листья. Столько ворон. Там, наверное, загорали. Вот усадьба, а вокруг жилые дома. Ой, я вижу группу спортсменов. Вон они занимаются. Там групповые занятия. Бабушки, старушки, женщины, молодушки. Сколько много народу. Молодцы. Белка-попрошайка. Столько в московских парках белок. Вот она что-то там роет. Много-много белок. Смотрите, сколько женщин занимает. Какие молодцы. Вон сколько их. Белка-попрошайка. Нашла орех, белочка. Рылась-рылась и орех нашла. Не зря копалась. Какие сложные упражнения делают. И даже... Вон дедушка есть. Ласточки делают. Вот, видите, сколько разных упражнений можно делать. У них есть тренер, педагог. Видите, стоит присесть. Тут же они бегут, пищу выпрашивают. Руку. На, 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 на. Смотри, смотрит во все. В глаза заглядывает. Ну, угости меня, угости. Сейчас, сейчас я тебе дам. У меня есть булочка. Сейчас дам. Все чистенько. Приятно тут гулять. Бабушки-старушки, женщины-молодушки занимаются активно. Даже, знаете, смотрю и хочется самой вместе с ними. Там, как-то заряжаешься энергией. Вроде и упражнения простые, но массовость привлекает, что народу много. Дерево, смотрите, да? Так кажется, обычное дерево, а толщина большая. Сейчас я подойду, и будет видно, что дерево, меня, два я умещусь. Вот, раз, и еще один раз. Толщина какая. Это, наверное, еще когда усадьба была. Вот. Три человека будет обхвачивать. Так, пойдем в площадку посмотрим. У нас время есть. Время у меня почему есть? У меня мастер делает окна. И чтобы ему не мешать, я вышла гулять, а он работает в квартире. Странно, да? И тепло, и листья падают. Тут сразу как бы два времени года можно наблюдать. И осень, и, кажется, еще лето. Листья-то зеленая площадка. Хорошая площадка. А это спортивная площадка для воркаута. Да? А это детская. Качели, карусели, горка, пенажоры. Никто ничего не ломает. Все для людей. Ну, как приятно позаниматься, прийти. Здесь можно сидеть, отдыхать. Кажется, вода на тебя наплывает. Ну-ка, я посмотрю. Солнце играет в воде. Хорошее место для отдыха. Плещется вода. Ой, посидеть. Может, посадиться? Ага, я хочу посидеть у воды. Как на море. Слышите, как плещется вода. А вон, видите, там два высоких дома. Там 68-я городская больница. Там и роддом есть. Там у меня сын родился. Раньше я жила в этих местах. Сколько я жила? Так, сейчас скажу. Лет 10, наверное. На той стороне спортивные тренировки начались. Ну ладно, у меня перекус. Я ем булочку вкусненькую. А йогурт оставила в квартире. Там строят станцию. МЦК. Нет, не МЦК. Да, диаметральное кольцо строит станцию. Как она называется-то? Не знаю, как она называется. А вот дом рядом наш. Как вам место проживания? Рядом с таким прудом. С такой зоной воды рыбаков увидела. Раньше очень часто здесь рыбу ловили. Интересно, какую рыбу ловят они? Что сейчас здесь водится? Карась. Плотва. А уточек-то? Уточек сколько много? Удочек пять. Это администрация. Управа. Здесь есть Творец творчества детей и молодежи имени Гайдара. Бассейн здесь есть. Почти рядом с домом. Вот по этой тропинке к метро Волжскому. Совсем недалеко. Вот так. Ну, голуби как куры на насесть усеялись, отдыхают. Вот по этой прекрасной березовой аллее можно дойти до метро. Я иду в сторону дома, и меня заинтересовал дом. Наверное, очень старый. Смотрите, двухэтажный. Резная скамейка. Балконы, точно. Это дом. Два этажа. Желтый цвет покрасили. И подвалы были. Он заколочен. Представляете, какой дом. Для сравнения, да? Двухэтажный дом. Старый. И вот какие сейчас строят современные. Мне нравится. Дом невысокий. Компактный. Цвет приятный. Сразу балконы, видите, остеклены. Да? И остеклять не надо. Все в одной цветовой гамме. Одинаковые. Нету такого, что один балкон красный, другой желтый. Новый дом. С другой стороны, да, дом. Еще не все квартиры заселены. Новый дом. Первый этаж свободный. Для технических нужд. Или вот дом тоже современный. И сравнили, да, какой раньше был. Двухэтажный, желтый. Вот эти пятиэтажки сносят. Здесь очень много пятиэтажек. И на этом месте уже строят красивые дома. А пятиэтажки уходят в прошлое. Все, еду домой. 16.15. Дороги помыли. Вот вам какая Люблинская улица. Непрекращающийся поток движения машин. 15 станций. Вот от станции Кубанская и 15 станций. Вот так вот. Здесь такая зона отдыха. Опоздала я сейчас на электричку. Она пришла, но у меня не было денег на проезд. И в результате вот жду. Сколько там? Шесть минут, что ли, ждать. Народу мало. Сейчас полпятого. Красиво они так оформили. Видите, камушки и цветочки. Приятно. 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 А улица как тепло. Что, едет? По-моему, едет, несется моя электричка. Ну все, я пойду садиться. Поехали. Сколько времени-то? 16.35. Мы в масках. Что-то тут снесли. Вон разбирают. Разбирают завалы. Вот сейчас текстильщики. Вот дом наш. И здесь рядом строят станцию. Скоро она будет. Вот для этого дома. Видите, как близко будет ходить. Дорогу перешел и на станцию. Очень будет удобно. А пока здесь стройка. Наверное, в следующем году только они сделают. Сейчас будет станция Курская. И старые дома. Курский вокзал. Переход на Любинско-Вмитровскую, Арбатско-Покровскую и Пельцевую линию метро. При выходе из поезда не забывайте свои вещи. Следующая остановка Каланчевская. Курский район терминал. Чемчерфа метро-лайнс 3, 5 и 10. The next station is Каланчевская. Как расписали. Базин красный. Одежда висит. Что-то строят, строят, очень много строят станции. Это станция Курская. Надо же, стоят, весь транспорт стоит. Там второе, первое, первое. Всё.